Добрый день. Хочу представить вам доклад по отдаленным результатам функционной... Ну, Никита Андреевич, ну представьтесь. Здравствуйте. Я ординатор второго года онкологического центра имени Петрова. Представляю доклад своего руководителя. Ну, как бы, очень заинтересован в данной теме. И Щекутеев Никита Андреевич. Раз вам так оно интересно, конечно же. Хотел бы рассказать вам об отдаленных результатах функционной криводеструкции опухоли почки. Да, достаточно интересное направление, которое, в принципе, позволит нам выявить новый метод лечения, который будет не настолько инвазивный, меньше травматичный, нежели такой метод, как лапароскопическая резекция почки. И какие-то уже открытые методы лечения, которые, в принципе, уже не используются в большей степени, а больше используется метод, как лапароскопическая резекция почки. Суть, в принципе, данного метода, я думаю, уже была объяснена в предыдущих докладах, но все же я, наверное, повторюсь. Суть криводеструкции у нас состоит в том, что мы замораживаем опухолевые клетки, в которых формируются у нас, грубо говоря, кристаллики, которые разрушают данные клетки патологические. На данном слайде показаны процессы формирования ледяных кристалликов, которые в большей степени и разрушают патологические клетки. Я думаю, что Георгий Георгиевич в лучшей степени рассказал про данную установку, про аппарат, на котором мы работаем. Это этический аппарат МКС, который в очень большой степени отличается от зарубежных аналогов. Мы работаем на азоте, на жидком азоте, и разница давления также у нас составляет от 1,5 до 3 атмосфер, что тоже очень хорошо влияет на тактику лечения и на воздействие на опухолевые клетки. Как говорится на этом слайде, экспозиция в среднем составляет около 20 минут, но в большей степени мы смотрим именно на распространение ледяной сферы, на таких методах диагностики, как КТ и УЗИ. Но в большей степени сейчас мы сделали такую градацию, что на КТ мы видим лучшую визуализацию распространения сферы, нежели на УЗИ, потому что УЗИ немножко у нас как бы украдывает тот самый объем сферы, которые мы можем не увидеть и затронуть прилежащие ткани, которые у нас близки к опухолевому образованию. Ну в чем же преимущество данного метода? В первую очередь это, наверное, малая травматичность, малоинвазивный метод. Это достаточно снижается меньше период госпитализации, так как после проведения криодеструкции мы в большей степени пациентов выписываем на следующий день. Это для пациентов, мне кажется, очень большой вклад, потому что многие пациенты сильно не любят залеживаться. Это очень маленький период восстановления, так как в принципе пациенты у нас восстанавливаются на следующий день, они поднимаются, ходят и не замечают какого-то воздействия, нежели при лапароскопических редикциях, либо открытых манипуляциях. Это представлен аппарат, о котором уже было ранее рассказано. Мы используем в данной методике криозонды размерами 1,5 и 3 см. Все зависит, конечно же, от размера образования. Но в среднем мы берем образование до 3 см, что в принципе нам достаточно применения, и при полноценном наведении достаточно одного криозонда. Он формирует сферу именно того размера, которая позволит закрыть всю опухоль. Также на слайде показаны термопары, которыми мы в принципе можем оценить температуру сферы, которая находится у нас уже по краю. Мы, ну, так как почка у нас достаточно сильно кровоснабжается, сейчас мы пока отложили этот момент измерения температуры, чтобы не нанести какой-то вред и ущерб за счет сильного кровоснабжения и получение кровотечения конкретно в данных манипуляциях. Так выглядели наши первые опыты криодеструкции при лапароскопическом методе лечения. Мы хотели визуализировать и понаблюдать рост самой сферы и посмотреть, как этот процесс распространяется на прилежащие органы, прилежащие ткани, чтобы не было воздействия именно и повреждений за счет криодеструкции именно соседних тканей. Как раз таки говоря и о названии моей темы, и о методе визуализации, и о дальнейшем наблюдении по поводу воздействия криодеструкции на ткань почки. Мы используем такой метод, как КТ-перфузия, который оценивает у нас и кровоснабжение, и функциональность почки. Так, прошу прощения. На данной картинке мы показываем 3D-моделирование опухоли почки. Вот первоначальный ее размер – это сама здоровая ткань почки. В данном случае она составляла, сам объем почки составлял 160 мл, так как объем опухоли составлял у нас 23 мл. Данный слайд, который я сейчас указываю, это уже воздействие после криодеструкции. В данном случае объем почки у нас уже составляет 152 мл. Что вообще, в принципе, об этом можно сказать и сделать вывод. Что объем функциональной паренхимы почки у нас до операции составлял 130-160 см, как на предыдущем слайде. После чего он уменьшился конкретно на объем опухолевой ткани. Что, в принципе, не затрагивает здоровую ткань почки, а убивает только патологические очаги. Что очень эффективно и очень информативно на предыдущих слайдах. Средний возраст, на самом деле, у нас составляет пациентов 65 лет, плюс-минус 10 лет. И что хотелось бы сказать, наверное, в большей степени, что в основном пациенты, с которыми мы работаем, идут с достаточно отягощенным сопутствующим анализом, так как применение для них оперативных вмешательств очень сугубо будет влиять на их общий статус. Это такие вмешательства, как лапароскепическая резекция, так как все-таки это объемное вмешательство, длительное вмешательство. И при этом пациентов вводят в общий наркоз, что также могут даже сказаться слубы на их соматической патологии. В данных случаях, в большей степени, на таких пациентах мы работаем под местной анестезией, что никак не сказывается на их сопутствующих патологиях. И это очень хорошо видно по результатам наших исследований. На самом деле наша работа началась с 2015 года. И как-то оценить безрецидивный период мы не можем, потому что достаточно маленький период и не такое большое количество пациентов. Но все-таки на сегодняшнюю дату рецидивов пока нет. И никто по нашим заключениям, по нашим исследованиям, все люди без рецидивов. Единственное, был случай смерти, но смерть была не по нашим причинам. Она была именно по сопутствующей патологии. Ну, как-то все. Спасибо, Виктор Андреевич. Пожалуйста, вопросы. Да, Денис Георгиевич, пожалуйста. У меня даже такой вопрос уточнения. Спасибо, да, очень здорово, все доходчиво. Когда вы рассчитываете объем опухоли и, соответственно, объем почки? Да, конечно, шикарно, когда вся опухоль экзофитна, но если мы берем эндофитный вариант, вы рассчитываете условно опухоль 20 кубиков, да, ну, почка там 130. Вы говорите о том, что убираете вы только 20. Но вы же все равно должны заехать за край опухоли ледяным фронтом. И даже если вы заедете на 5 миллиметров, то это уже будет объем не 20. Я в геометрии не силен, но подозреваю, что он будет уже так 30-40, насколько я помню. Поэтому, ну, это такой нюанс, если вы будете где-то докладывать и будут сидеть математики, я думаю, это вызовет вопрос. Ну, не 20 же вы промораживаете. Вы же не все опухоль берете. Вы берете больше с запасом. Я правильно понимаю? Конечно же, безусловно, вы в этом вопросе правы, да. Но начнем с того, что мы не математики, не геометрики. Но суть не в этом. На самом деле... Нет, нет, суть именно в этом. Потому что вот мы сидим, обсуждаем с коллегой, и если мы берем и убираем только небольшую опухоль кривого воздействия, не заезжая на здоровую ткань, то мы, по сути дела, ну, априори, обрекаем себя на повторные вмешательства и снова общение с этим больным в связи с рецидивом, нет? Ну, безусловно, сфера у нас заходит за границу опухоли, да? Ну, тогда скажите в следующий раз, что мы берем чуть-чуть больше. А я говорю в этот раз, что все-таки та ткань, которая заходит за пределы опухоли, она в своем случае впоследствии восстанавливается. Она не погибает. Она в большей степени погибает только опухолевые клетки. Потому что, как было показано на слайде, на предыдущем, разница температур достаточно разная, да? И когда на конце криозонда, на 180 градусов, на конце сферы, на край сферы, она уже минус 6 градусов. Нет, я в курсе, более того, тот синий ледяной шар, его я рисовал когда-то. Я просто хотел сказать вам о том, что нельзя говорить однозначно, что функция почки не страдает совсем. Она страдает, безусловно. Да, да, да. Нельзя отрицать этого, но она восстанавливается. За определенный период времени она все равно восстанавливается. Ну, естественно, иначе вашим пациентам УПН ушли все. Да, спасибо, я вас понял. Пожалуйста, еще вопросы, да. Или комментарии, да. Пожалуйста. Ну, на первом изображении у вас опухоль была дорисована, а через 3 дня она куда-то пропала. Опухоль-то никуда не пропала, она там как была, так и есть. Просто, видимо, вы отражали, что в первом случае вы ее окрасили как восклиризированное образование, а во втором случае вы не стали ее окрашивать, потому что она стала авоскулярной, да. Ну, просто приводя такое изображение, возникает вопрос, а куда делась опухоль? Опухоль-то на самом деле все там же. Но она пока там же. Только она стала авоскулярной, и поэтому вы не стали ее выводить в режиме объемного рендеринга такого, да. Мы же такое исследование делаем. Мы же делаем КТ-перфузию. А перфузия есть уничтоженных? Я еще раз говорю, просто чтобы не возникало ощущения, что самообразование куда-то испарилось, потому что по изображению она как будто бы куда-то расслабилась в организме, наверное, на самом деле все там же. Ну, конечно же. Но тут же конкретно указан был метод КТ-перфузии, поэтому мы показывали перфузию, а не остаток опухоли, который даже после криодеструкции остался. Изображение сделано не на основе КТ-перфузии, изображение сделано на основе просто КТ-сконтрастирования. Есть ли еще вопросы к Никите Андреевичу? Конечно, Никита Андреевич. Очень профессиональная аудитория. Надо быть очень осторожным. Спасибо. Спасибо.